30 июля 1994 года Совет ветеранов 2-го гвардейского кавалерийского корпуса в своем обращении в администрацию президента России и в бумагах, приложенных к нему, подробно описав весь боевой путь легендарного кавалериста-карачаевца, в частности, писал «В период культа Сталина и произвола сталинско-бериевского режима многострадальный трудовой карачаевский народ в числе других был репрессирован и выслан из родных мест. Сыновья этого народа, сражавшиеся на фронтах Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками, за принадлежность к репрессированному народу были уволены из армии, также высланы, в связи с чем многие из них лишились заслуженных наград и воинских званий. В числе их жертвы номер один оказался мужественный сын, гордость Карачая, герой войны, заместитель по политчасти командира 16-го гвардейского краснознаменного кавалерийского полка 4-й гвардейской Мозырской краснознаменной кавалерийской дивизии 2-го гвардейского краснознаменного кавалерийского корпуса гвардии подполковник Магомед Османович Акбаев, который не побоялся перед этим написать Сталину, Берии и Калинину протест против выселения безвинных стариков детей и женщин. Подвиги, мужество и героизм Акбаева служили примером для личного состава корпуса. Он участник первого глубокого рейда особой кавалерийской группы Доватора по тылам немецко-фашистских войск в августе 1941 года. Разгрома немецких фашистов под Москвой на землях Орловской, Курской, Сумской областей, Дисне, Украине и Белоруссии. О героизме Магомеда Османовича, его мужестве, храбрости, хитрости, дерзких действиях, выносливости и умении организовать смелые атаки и устойчивую оборону по корпусу ходили легенды. Он был контужен с полной потерей слуха, дважды ранен в боях, но поле боя не покидал, несмотря на приказы старшего командования. Всегда находился в боевых порядках, вводил конногвардейцев смелые и дерзкие атаки, обеспечивал стойкую оборону занимаемого рубежа. Все свои знания, опыт и кипучую энергию отдавал воспитанию личного состава, укреплял дружбу и единство многонационального состава полка и дивизии. Был любимцем конногвардейцев, его украшала особая скромность. Полк, воспитанный им, стал первым краснознаменным в дивизии и корпусе. Знамя 16-го гвардейского краснознаменного орденов Суворова и Александра Невского кавалерийского полка хранится в Музее Вооруженных сил в числе знамен, особо отличившихся в войне частей и соединений. Совет ветеранов 2-го гвардейского кавалерийского корпуса просит к 50-летию победы в Великой Отечественной войне присвоить гвардии подполковнику Магомеду Осману Чакбаеву звание Героя Российской Федерации, чего он заслужил. Это будет торжеством справедливости. Председатель Совета ветеранов 2-го гвардейского кавалерийского корпуса Мирошников Секретарь Совета Бурхард Секретарь Совета Бурхард Продолжение следует...